Мир вам, дорогие друзья и уважаемые коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашей эмблеме, нашему дивизию завожих, оплакивая мертвых, разбивая молнии, мы, честно говоря, думали, что мы сможем соблюдать некий график в плане обучения наших зрителей. Вы знаете, что среди зрителей у нас много врачей. Ну и мы сами врачи, поэтому и сами преподавали. И в институтах, соответственно, мы как бы хотели некий учебный план соблюсти. Но беда состоит в том, что мы этот учебный план соблюсти уже никак не можем. Вот мы нам все время просили рассказывать о нормотимиках. Действительно очень важная группа препаратов. Но мы думали о том, что все-таки сначала нужно рассказать о нейролептиках достаточно подробно. И рассказывали о нейролептиках. Вы знаете, что это у нас главная тема. Но тут нормотимики стали исчезать из аптек. То есть, может так статься, что мы, конечно, начнем рассказывать про нормотимики. А в аптеках нормотимиков уже не будет. Поэтому мы решили немножко хотя бы рассказать о нормотимиках. Для того, чтобы вам было понятно, они действительно исчезают. И что делать? Потому что это очень и очень важно. И так действительно они исчезают. Вот смотрите, нормотимики, они же являются противоэперептическими препаратами. Вот здесь заметочка. И очень люди, скажем, напрягаются. Это в Санкт-Петербурге. По поводу того, что исчезает фенлепсин, он же карбмазепин. И вот международные патентовые названия карбмазепин. Ну вот они бегают по городу. Там не могут на это самое его найти. Всего на нескольких аптеках есть. И на это жалуются. Я вам честно скажу, когда в разгар эпидемии ковида были проблемы с антикоагулянтами, я отчетливо помню, потому что я сам бегал искал препараты для мамы, которая принимает антикоагулянты на постоянной основе. Так вот антикоагулянты, вот и ликвид в частности, он был, по-моему, в двух или трех аптеках, вообще-то говоря, в Москве. Поэтому если вообще хотя бы в некоторых аптеках есть, это уже неплохо. Ну так, в общем, исчезают эти самые противоэпилептические препараты, они же норматимики. Несколько слов об этих препаратах и вообще почему они исчезают, на наш взгляд. Конечно, вы скажете, что дело тут в специальной военной операции, в санкциях. Ну, на самом деле, конечно, в этом, но еще кое в чем. О том, как у нас вообще эти норматимики или противоэпилептические препараты используются. Итак, что такое маниакальное состояние, что такое мания? Это повышение активности трех типов нейронов, серотониновых, норадреналиновых и дофаминовых. У нас, в принципе, изучение маниакальных состояний еще запланировано, хотя у нас уже выделен специальный плейлист для маниакальных состояний, так что, пожалуйста, смотрите там. Это уменьшение выраженности отрицательных эмоций, усиление положительных эмоций, отсюда веселье, воодушевление, радость там и прочее, и прочее, что очень нравится больным с биполярным аффективным расстройством. А что такое депрессия? А вот депрессия – это, наоборот, снижение активности серотониновых, норадреналиновых и дофаминовых нейронов. Это отсюда усиление отрицательных эмоций, ослабление положительных, отсюда тоска, подавленность, отсутствие удовольствия, раздражение, недовольствие. Куча различных неприятных эмоций. Конечно же, бывают и смешанные состояния. Не надо думать, что все депрессии, маниакальные состояния при биполярном аффективном расстройстве, они чистые, это вовсе не так. То есть, можно себе представить, что, например, норадреналиновые нейроны сохраняют нормальную активность, например, дофаминовые нейроны – высокая активность, серотонины и тому подобное. То есть, набор бывает разный, отсюда огромное число различных сочетаний, нюансов, что обычно называется смешанным состоянием. Как это все лечится? Вы видите, что маниакальное состояние вверх, стрелочка, значит, повышение активности нейронов, депрессия вниз, лечится это следующим образом, обычно. Я имею в виду, конечно, в нашей стране. Вот в нашей стране, когда депрессия, то рука у самого человека тянется к так называемым антидепрессантам. Вы знаете, что у нас есть своя классификация антидепрессантов. Вот антидепрессанты есть двойного действия, тройного действия. Всем, я думаю, ясно, что антидепрессанты повышают активность нейронов. Теперь дальше. Вот еще антидепрессанты тройного действия тоже повышают активность нейронов. Видите, стрелочка вверх, S это серотониновая, N это норадреналиновая, D это дофаминовая, дофаминовая всегда у нас маленькая буква, рассказывали, почему это все так. А вот теперь, как работают антипсихотики, вообще-то говоря, при биполярном аффективном расстройстве. Ну, все антипсихотики практически, за небольшим исключением, мы будем говорить, создают нашу собственную классификацию нейролептиков, и все антипсихотики, за очень малым исключением, они все блокируют дофаминовые, адреналиновые и серотониновые рецепторы, которые обеспечивают передачу возбуждения между различными нейронами. Вот вы видите систему из двух нейронов, слева нейрон испускает нейромедиатор, правый принимает нейромедиатор, за счет того, что у него есть соответствующие рецепторы. Не надо думать, что все эти рецепторы есть на одном нейроне, я тут просто, это обобщенная схема, потому что нейрон может быть и серотонином, и дофамином, и норадреналином, каким угодно. Так вот, что делают эти препараты, вот здесь наглядно показаны нейролептики, прикрепляются к этим нейронам, не дают нейромедиатору действовать на этот самый нейрон, причем сами они, как правило, этот нейрон не возбуждают. То есть это просто некий замок, который вешается на нейрон. Ну и в результате у нас с вами получается вот такая схема, нейролептики и антидепрессанты при биполярном аффективном расстройстве. Обратите внимание, нейролептики, они сбрасывают человека в депрессию, антидепрессанты, наоборот, закидывают его в маниакальное состояние, что очень и очень нравится пациенту, потому что пациенту с биполярным аффективным расстройством просто очень-очень нравится маниакальное состояние. Вот если мы посмотрим на эту картинку внимательно, то мы с вами поймем, почему, собственно говоря, во всем мире считается, что антидепрессанты при биполярном аффективном расстройстве лучше не использовать. Почему? Потому что человек, он после приема антидепрессантов оказывается в маниакальном состоянии. А маниакальное состояние это вещь, которая, как ни странно, чревата различными ситуациями, гибнут люди не только в депрессии, но и в маниакальном состоянии, потому что недооценивают опасность, потому что они делают в маниакальном состоянии массу проблем, они могут нарушать закон, они могут вляпаться в очень неприятную ситуацию, поэтому мания, на самом деле, с социальной точки зрения, она очень опасна. Вот чем отличается депрессия? В депрессии человек обычно думает о своей душе, то есть, конечно, возникают суицидальные мысли, он винит себя за что-то, но хотя бы этот человек не винит окружающих, он не раздражается, ему нет ощущения, что окружающие как-то к нему плохо относятся обычно, то есть депрессия, она в этом отношении более безопасна. Поэтому, конечно, считается, что нейролептики, как, ну скажем, препарат, который быстро человека выводит из маниакального состояния, все-таки использовать нужно, это как меньшее изол, но однако не все, конечно, нейролептики, мы будем говорить какие. Но вот эту схему я бы хотел, чтобы вы запомнили, да, нейролептики всегда любые будут в большей или меньшей степени загонять человека в депрессию антидепрессанта, гнать их в маниакальном состоянии, поэтому во всем мире против антидепрессанта в использовании при биполярном аффективном расстройстве. К счастью, есть препараты, которые на самом деле являются противоэпилептическими, но они же называются норматимиками. Среди этих препаратов есть, конечно, карбомазепин, он же там фидлепсин, у него там много разных торговых названий, извините, что фидлепсин написано с маленькой буквы, правила надо соблюдать, вообще нужно писать с большой буквы торговые названия. Как эти препараты действуют? Вот здесь три механизма действия. Во-первых, активизируется тормозящая гамкоррогическая система. Во-вторых, он блокирует натриевые, калиевые каналы, в результате клетка стабилизируется, то есть она не может возбуждаться. На самом деле этот механизм очень хорошо продемонстрирован при эпилепсии, то есть, соответственно, клетка не возбуждается, любой эпилептический очаг гаснет. Но это же относится и к клеткам, которые быстро перемещаются из маниакального состояния в депрессивное и обратно. То есть, это некая такая стабилизация. Так вот, надо вам сказать, что карбомазепин действительно препарат, который будет не выводить человека из маниакального состояния в депрессию или из депрессии закидывать обратно в маниакальное состояние. Это как бы выравнивание вот этой вот линии настроения. Это так называемая базовая терапия. Поэтому, конечно же, если базовая терапия исчезает вообще-то из аптек, то это очень и очень плохо. А вот какой есть еще один фактор, который влияет на исчезновение норматимиков? Вот это мое очень-очень давнее исследование. Этому исследованию уже 20 лет. Мы обследовали крупный психиатрический стационар Москвы, ну что там греха таить больницу имени Алексеева, и смотрели, какие там были норматимики. Тогда было два норматимика. Это соли лития, сегодня о них рассказывать не будем, и пресловутый карбомазепин в разных видах. То карбомазепин, вы видите, получало 19 пациентов, 19 пациентов, я подчеркиваю, из 100 больных. То есть, 19% больных, которые находились в больнице Алексеева, они, независимо от диагноза, они принимали карбомазепин. Это очень и очень много. Вы скажете, неужели столько было, 20% больных было с биполярным аффективным расстройством. И вы удивитесь, что на самом деле с биполярным аффективным расстройством назначался этот препарат фактически единицам. А больше всего он назначался почему-то больным с расстройствами личности. Бог весть, с какими диагнозами назначался. Почему? Потому что считалось, что карбомазепин является непревзойденным препаратом для лечения характера. Непонятно почему. Никогда этого не было. Назначался он также при зависимости от алкоголя. Почему-то считалось, что препарат норматимик может спасти человека от алкоголизма. Это совершенно не так. Никаких доводов к этому нет. Никаких доказательств к этому нет. Но зачем я вам эту диаграмму показываю? Очень научную диаграмму. Я вам ее показываю потому, чтобы вы поняли, что карбомазепин расходовался не на то, что надо. То есть не как норматимик. В психиатрии это все-таки норматимик, эпилепсией занимаются неврологи. Но он расходовался при самых разных состояниях, при которых он не действует, фактически даже может быть вреден. И я вам честно скажу, вы мне скажете, ну ведь это же было 20 лет тому назад. С тех пор, ну фактически прошло четверть века. Неужели ничего не изменилось? Есть вещи, которые изменить, к сожалению, нельзя. Я, конечно же, не знаю, как сейчас используется карбомазепин в больнице имени Алексеева. Туда, как известно, сейчас находит главный психиатр Москвы господин Георгий Костюк. Сейчас я покажу его фотографию. Мы много о нем рассказывали, об этом удивительном человеке, который, я надеюсь, будет избран членом-корреспондентом в Академию наук. Ну, потому что он великий ученый. Сейчас я вам расскажу, чем он занимается. Итак, есть еще один норматимик. Он называется вальпроевая кислота, вальпроат натрия, допакин. Соли вальпроевой кислоты. Механизм действия приблизительно такой же, да? Только плюс к тому, что воздействует на гаммкнирманы, на кальциевые каналы, на натриевые каналы, еще и обладает антиглутаматной активностью. То есть, вы знаете, что глутаматная система, она активирующая. Если мы ее давим, это хорошо при возбуждении. Активизируем гаммкоррогическую систему, основную тормозящую, это тоже хорошо при возбуждении. И, соответственно, натриевые и калиевые каналы вообще не позволяют клеткам переходить из одного состояния в другое. То есть, это, в принципе, хороший, очень мощный нормативник. Да, у него есть побочные эффекты, мы о нем уже рассказывали. Так вот, господин Георгий Костюк, вот он, главный психиатр Москвы. Еще раз говорю, надеюсь, что в мае станет член-корреспондентом. Он где-то прочитал или ему рассказали, как сейчас водится. Я не думаю, что будущий член-кора вообще читает какую-то научную информацию. Скорее всего, им кто-то докладывает. Вот, ему доложили, что в 2004 году, это примерно тогда, когда я обследовал Алексеевскую больницу, вольпраты оказались вроде бы в одном исследовании полезными в качестве дополнительного агента для снижения враждебности при лечении респиридоном и аллозапином у больных, что такое враждебство больных? Ну, возбужден он, находится под влиянием бреда, галлюцинации, соответственно, он может быть агрессивен, да? И вот кто-то посчитал, что хорошо бы туда добавлять препарат под названием допакин или солево-альпроевой кислоты. Однако, в дальнейшем вышло, мы, кстати, об этом рассказывали, целый ряд исследований о том, что это плохо. Но надо сказать, что потом последовал целый ряд опровержений вот этих первоначальных радужных результатов. Вот, в 2009 год выходит статья о том, что комбинированная терапия не продемонстрировала каких-либо преимуществ на 14-84 день лечения. Имеется в виду комбинация антипсихотиков с солево-альпроевой кислоты. Более того, указано, что на самом деле есть недостатки. Потому что антипсихотики сами по себе лучше действовали на негативные расстройства, нежели чем в сочетании с препаратами вальпроевой кислоты. Я думаю, понятно почему. Потому что препараты вальпроевой кислоты куда как седативно, да? И, соответственно, конечно, куда там негативные расстройства. Ну, дальше больше. Тот же самый 2009 год. Опять же, дополнение антипсихотических препаратов с стабилизаторами настроения, ламатриджином или препаратами вальпроевой кислоты у большинства больных шизофрении с частичным эффектом от лечения шизофрении, по-видимому, не было полезной стратегии терапии. То есть, если вы видите человека, который ответил на антипсихотик, и вы хотите додавить это состояние, добавляете туда какой-то нормативик, ничего из этого не получается. 2019 год. Лечение вальпроатами может быть неэффективным в отношении нарушения мышления у больных шизофрении. Это я все вам рассказываю про метаанализы. Ну, и, наконец, конечно же, верх всего. 2016 год. Это Кахрейновская база данных. Сами понимаете, Кахрейновское сообщество. Тут ничего не попрешь. Значит, ничего такого, что бы говорило в пользу вальпроатов, нет. Нужно, соответственно, проводить какие-то исследования, что могут чего-то доказать. Но, на самом деле, все исследования, которые проводятся после 2004 года, говорят об обратном. Ничего хорошего при шизофрении нет. Зачем я это вам все рассказываю? Я это вам все рассказываю потому, что люди типа Костюка, они все равно будут. И они 20 лет тому назад были, и через 20 лет они будут, сейчас они, конечно, есть, и они будут назначать эти препараты не по показаниям. Это означает, что в ситуации, когда, скажем, этот препарат требуется по своему прямому действию, то есть больным с эпилепсией, или больным с биполярным эффективным расстройством для лечения в качестве нормотимика, к сожалению, этих препаратов может не хватить, потому что эти препараты расходуются бог весь куда. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, я всегда рекламирую государственный реестр лекарственных средств. Заходите в эту базу данных, пожалуйста. Изучайте эту базу данных. Поверьте мне, это огромное преимущество, что такая база данных у нас есть. Ее вот-вот могут прикрыть на самом деле, потому что там содержится масса полезной информации. Так вот, в этой базе данных говорится о том, что в стране есть 18 карбомазепинов. Представляете, 18 карбомазепинов. Спрашивается, почему эти карбомазепины тогда не производятся, почему они исчезают из аптек. Ну, здесь четко можно сказать, конечно же, это один фактор, я уже о нем говорил. Это наша спецоперация военная, как вы видите здесь, награждение участников спецоперации. Конечно, пока вот такие процедуры будут повторяться, ожидать о том, что у нас будут препараты в аптеках нельзя. Но, с другой стороны, конечно же, вот такое безобразие, когда исчезают из аптек. Вот, когда я делал эти слайды, в Москве только в 8, по-моему, аптеках, если я не ошибаюсь, был фенлипсин. Сейчас вроде бы стало побольше. Но вот почему-то интересно, что исчезли как раз российские карбомазепины. То есть, фенлипсин, который, фармацевтическая субстанция, к которому производится в Германии, почему-то был. Там, тигритол, который тоже является препаратом, фармацевтическую субстанцию, везут из Европы, по-моему, из Швейцарии, если я не ошибаюсь, проверьте меня, тоже был. А вот российские куда-то исчезли. И, конечно, вот люди приходили и встречал их вот такой вот фармацевт-первостольник, который говорил, что ничего у нас нет. Слушайте, ну давайте мы с вами, в конце концов, вам не надоело вот так вот бегать по аптекам? Вы что, не можете ничего сделать? Вот вы заходите в государственный реестр лекарственных средств. Находите там любой карбомазепин, который производится любым там, я предположим, я не знаю, там, московским каким-нибудь эндокринным заводом или каким-нибудь там, я не знаю, заводом, химикатом каком-нибудь Юрюпинске. В этой базе данных находятся адреса. То есть, юридические адреса этих всех вот этих компаний, которые производят фармацевтическую субстанцию или вообще сам препарат производят. Ну почему бы нам с вами не начать писать письма, не бегать по аптекам, а заготовить письмо одно на, там, я не знаю, на 15 или на 16 фармацевтических компаний отечественных. Что так и так из аптек исчез такой-то препарат, который производится вашей уважаемой фармацевтической компанией. Это первое, чтобы я сказал это, но я обращаюсь, конечно, к нашим зрителям. Пожалуйста, пишите письма. В конце-то концов, ведь ничего такого страшного, если вы напишите им письмо, гневное письмо о том, что препаратов нет, что они исчезли. Это подвигнет их на то, что производство препарата можно возобновить, потому что, как вы понимаете, оно в общем достаточно дешевое. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали, которую я тоже призвать бы хотел, вот в совокупности, пожалуйста, я обращаюсь сейчас к врачам. Не надо в условиях недостатка норматимиков назначать эти препараты не по показаниям. Не обладают эти препараты никакой чудодейственной силой ни при шизофрении, ни при шизофективном расстройстве, ни при расстройстве личности, они характер не лечат, ни при зависимости от алкоголя, ничего они здесь не помогают. Не надо их использовать не по показаниям, в результате, конечно, у нас с вами возникнет некоторая экономия. Вот так бы я вам рассказал, в такой у нас получился несколько суббурный рассказ о норматимиках, но что теперь делать? Мы обязаны вносить изменения в наш план обучающей программы. Как всегда, я вас прошу, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Кто еще вам будет рассказывать о том, почему исчезают препараты? Как сделать так, чтобы эти препараты не исчезали? Мы готовы. Пишите, в конце концов, письма нам. Давайте составим какое-нибудь коллективное письмо. Ну, надо же что-то делать. Ну, что бегать просто по аптекам? Каждый из нас просто так бегает по аптекам, в то время как ни то 15, ни то 16 отечественных компаний готовы этот препарат выпустить. Это у нас сейчас называется импортозамещение. Как всегда, я вас прошу, становитесь спонсорами нашего канала. Ведь если вы не будете спонсировать наш канал, то в результате он просто может исчезнуть, потому что расходы-то у нас, как вы понимаете, возрастают так же, как и у вас. Я вас очень прошу, пишите комменты, ставьте лайки. Если вы хотите отблагодарить нас за этот ролик, пожалуйста, в его описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok